всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня будет парфюмерное видео я хочу вам рассказать о своих новинках они у меня уже далеко не новинки но о них я не рассказывала вам поэтому хочу поделиться с вами тем более многие из вас спрашивали как мне эти ароматы наташа расскажи первые два я уже мельком показывала я их покупала в duty free когда ездила в турцию и это два аромата от бритни спирс вообще аромат от бритни спирс мне очень сильно нравится мне кажется это такие знаете такие легкие воздушные при этом вкусные не однотипные такие неповторяющиеся не знаю запоминающиеся даже ароматы они все чем-то похожи мне кажется каким-то знаете такими сливочными сливочными нотками что ли не знаю но они мне очень сильно нравится я буду продолжать знакомиться с бритни спирс к сожалению у нас в россии я не знаю точнее в городе санкт-петербурге я не знаю где найти их вот так вот в продаже в магазинах потому что не в летуале не в ревгоши не вальдоботы нигде я их не встречаю ну давайте уже начнем первый аромат о котором я вам хочу рассказать это midnight fantasy вот такой темный синий флакончик это версия у нас о де парфам и здесь 50 миллилитров стоит где-то 2000 в районе 2000 я за него отдала нам кажется интернет магазинах тоже он стоит примерно столько же я себе списала пирамиду чтобы зачитать вам значит относится он к цветочно-фруктовым ароматом верхние ноты слива вишня малина средние ноты ирис орхидея белая фрезия базовой ноты амбра мускус ваниль вот из всего того что перечислено я ощущаю здесь сливу и ваниль наверное все вот не знаю но причем слива такой знаете такую с кожурой и не саму ягоду даже наверно а либо сливовую конфету знаете слива леденец наверное даже не варенья а именно вот леденец такой вот причем очень-очень вкусный это такой аромат он достаточно стойкий он в принципе продержится но часов пять мне кажется точно он будет держаться он такой знаете яркий сочный вот этот леденец с даже вот с такой начинкой я не зовут у меня единственная ассоциация с этим аромат никакой малину никакой ирис вот ирис кстати я не очень люблю когда есть в ароматах иногда он такой знаете не очень вкусный но здесь вот здесь вот просто леденец я не знаю у меня вообще ароматы britney spears они как-то вот эту пирамида вот это вот как-то у меня то есть они как стартуют одним так вот вот это одно все время и держится но аромат такой знаете не дешевые вообще все britney spears ароматы с учетом того что они стоят две тысячи даже за 100 миллилитров если это версия туалетной воды все равно для меня это такие не дешевые ароматы это такие но да не просто если вы хотите пахнуть сливовой конфеткой такой с кислиночкой небольшой сладковатый такой какой-то карамельный то это прямо она я не знаю мне очень сильно нравится вообще ароматы britney spears я очень люблю использовать летом вообще куда угодно осенью весной зимой я их использую дома я просто после душа на себя наношу потому что мне хочется мне хочется и вдыхать потому что это вкусно это сладко это я не знаю манящее мне очень понравился этот аромат и второй аромат который я тоже приобрела в дочери он тоже стоил 2000 рублей это у нас аромат уже rainbow rainbow наверно такая называется фэнтези я вам ссылки оставлю я вообще обычно заказываю на сайте духи рф я не знаю другой более дешевый сайт или какой-то не знаю хороший такой чтобы ну скажем так не подделка чтобы было потому что на духе рф я заказывала не один раз много различных ароматов давно я не рекламирую этот сайт я еще до того как начала вести свой канал там заказывала и если вы знаете какой-то другой где продает оригинальную парфюмерию по хорошим ценам обязательно поделитесь со мной но я вам оставлю ссылку на духе рф потому что больше не знаю другого магазина значит это уже версия то он до туалет тоже стоил 2000 на духе рф он тоже где-то 2000 стоит это уже группа цветочно-восточные верхние ноты морожка лист груши известь пальца или пальца я не знаю как правильно я почитала в интернете что это какой-то вид лайма я не знаю такой первый раз слышу средние ноты пион водяная лилия жесмин базовые базовой ноты это древесные ноты какие не не указано кристаллизированная амбра и сахарная вата вы знаете вот для меня эти два аромата чем-то похоже я не знаю чем я не знаю почему но я не скажу что для меня это древе это какой-то восточный аромат скорее нет чем да они чем-то похожи просто вот этот более легенький и менее стойкий то есть он держится на мне где-то ну два-три часа вот так вот и его я кстати именно его я наношу обычно после душа и для меня вот этот аромат это аромат с каким-то тропическими фруктами вот таким прям сочными таких с небольшой кислинкой и какими-то цветами причем такие цветы такие водяные какие-то что ли я не знаю вот какие-то тропики мне напоминают тропики фрукты возможно даже какой-то и лайм есть который дает кислинку такой небольшой и в этом тоже есть небольшая кислинка поэтому сейчас на лето они оба мне заходит на ура оба эти такие сладковатые какие-то вот мне кажется есть какая-то отличительная нотка у этих ароматов это какая-то сливочная что ли нотка я не знаю но вот напоминает конфетки оба причем здесь такой четко сливовую конфету а здесь такой с небольшой кислинкой какой-то вот фруктовую конфету да оба леденцы очень вкусно очень освежающие летом сейчас просто на ура я не знаю я обожаю буду дальше продолжать знакомиться с бритни спирт с огромнейшим удовольствием и сейчас летом это два моих фаворита но даже я думаю видно насколько я поливаюсь вообще этими ароматами очень классные прямо любимки любимки и третий аромат это тот аромат который я хотела уже с осени 2018 года и получила я его в подарок от мужа уже где-то в апреле то есть полгода и я ходила вокруг да около я просто бредила этим ароматом я познакомилась с ним с ним совершенно случайно у нас в рифгоше есть такой отдельно стоящий как бы такой стенд длинный где продаются на такая нишевая парфюмерия да то есть там и не манталь там вот различные вот такие вот ароматы и как бы уголком дальше с другой стороны идут различные косметические маркета там кремушки всякие тоники так далее я стояла что-то выбирала как раз на углу и продавец консультант двум девушкам вот так вот в воздух пшикнула этот аромат я просто пошла на его на его зов мне настолько он понравился зацепил просто с первого раза но он достаточно спорный я много читала нем отзывов на программе тики не только вообще много где и некоторым он дико не нравится то есть я так понимаю что с ним происходит так либо любовь навеки либо вообще никак либо фу гадость и я говорю об аромате тизиан тизиана терензи кассиопея я уже выставляла в инстаграме что он у меня появился я уже о нем кстати на ю тубе говорила не один раз на девушку даже написал что наташа если полгода тебя цепляет аромат даже больше чем полгода ну да намного побольше чем полгода то нужно обязательно его приобрести значит это реально твой аромат такая вот у него замечательная красивая коробочка тут все но просто потрясающе очень приятненько и у него кстати есть аромат называется кассиопеда вот такая крышка который очень тяжелая и кстати здесь в комплекте идет вот такая крышечка еще я так понимаю что это такая версия для тех кто не хочет кто возможно берет с собой куда-то до чтобы не тащить вот эту тяжеленную крышку что я могу сказать про этот аромат вы знаете действительно на мой взгляд это спорный аромат но на мой взгляд там вот так вот он красиво выглядит ну просто красота вообще не описываем сам флакон мне безумно нравится вот эта крышка мне безумно нравится и аромат просто бомбический давайте я вам прочитаю его пирамиду он относится к шипрово-цветочной группе я так не сказала честно признаюсь верхнем ноты маракуйя лимон лист черной смородины папоротник средние ноты гвоздика ландыш чайная роза база сандал бабы тонком мускус вы знаете из всего этого я здесь чувствую только маракуйю розу сандал но наверное бабы тонко хотя я не особо их отличаю в парфюмерии но я знаю что они придают такую сладковатость ароматом вы знаете когда осенью я впервые познакомилась с этим ароматом он был мега стойки он держался на одежде пока ее не постираешь даже когда я ее мне кажется стирала все равно был этот аромат все равно оставался я тестировала то есть я там тестер наверно весь вылила на себя честно он мне очень сильно нравился меня покупки останавливала его цена осенью 2018 года в гоши он стоил 12000 ровно потом сейчас он стоит 13 с копейками то есть подорожал на 1000 рублей что конечно очень огорчает и в duty free я его кстати тоже видела этот аромат он получается стоил 14 500 то есть аромат абсолютно тот же потому что я уже выучила его и при этом цена намного дороже но duty free до меня расстраивает в этом плане в общем я его постоянно тестила я могу сказать что в январе я в нем разочаровалась я не знаю возможно это связано с погодой еще с чем-то но в январе он стал таким знаете как бы холодным таким каким-то пыльным слишком много сандала в него слишком слишком такой вот он прямо такой не очень вкусно звучащий и весной он снова мне начал нравиться то есть я снова и снова к нему подходила и понимала что нет видно в январе месяце может быть была какая-то погода может было какое-то настроение у меня но он не очень раз единственное что сейчас летом он держится три часа я не знаю с чем это связано но вот реально три часа и его нет может быть даже немного меньше хотя осенью он держался целый день то есть я брызгала его и он держался целый день сейчас я даже заходила в ревгош думаю может у меня тут какая-то подделка я опять наносила тестер который там стоял все равно три часа и его нет на одежде где угодно летом он почему-то испаряется поэтому сейчас я им не пользуюсь я оставила его на август сентябрь и вот примерно на то время для меня в этом аромате звучит маракуйя причем она вот как стартует так практически все время она находится со мной слегка с кислинкой фруктовая особо могу отличить вот эти фруктовые маракуйя или еще кого-то до экзотические вот эти фрукты но она такая слегка с кислинкой и при этом не знаю это такой теплый обволакивающие настолько приятные настолько я не знаю какой-то комфортный аромат что просто потрясающе даже моему мужу когда мы как-то с ними проходили мим ревгоши я ему в общем дала ему протестировать и там еще другие ароматы дала протестировать он сказал да это дорогой аромат это чувствуется он очень вкусный он очень такой знаете девичий наверное аромат такой хотя на мой взгляд можно наносить этот аромат в любом возрасте в любом возрасте он будет красив на мой взгляд он такой даже нежный сладковатые слегка такой свеженький за счет этой кислин очки очень вкусный очень приятный аромат но почему я говорю что он противоречивая потому что я очень много о нем слышу негативных отзывов некоторые даже пишут что пахнет кошачьим ну скажем так горшком от человека который нанес его на себя я такого не замечала за ним за ним я не знаю почему кто-то писал что пахло грязным тело вот этот тек те отзывы которые мне запомнились об этом аромате я не знаю почему так кому-то раскрывается этот аромат но для меня он просто он просто божественная он это вот просто такие фрукты все какой-то я не знаю вот не знаю может быть тоже какие-то тропики я не знаю но это что-то вот такое теплое фруктовое может быть даже со сливками какими-то и с легкой кислин очкой очень вкусный аромат но я все-таки считаю что его нужно конечно потестить поносить и как вы видите в январе он мне нравился почему-то и сейчас он не стойкий я не знаю почему почему он такой капризный хотя здесь версия даже не просто парфюм да а здесь концентрированный парфюм то есть практически духи можно сказать и при этом летом он плохо держится я не знаю почему обычно в жару у меня ароматы держат держится дольше чем обычно но здесь с ним такой нет он вкусный в любое время года для меня вот кроме января я почему-то запомнила что в январе он мне не понравился но я могу сказать что для меня это тот аромат который я хочу чтобы оставался со мной всегда я просто убеждена что я куплю его снова и я очень жалею что я не купила его раньше что я ну как-то знаете для меня дать 13 тысяч за ароматы такой думаешь ну ну как бы ну что ну вот сладенький вроде бы с какой-то кислиночкой ну да он чувствуется что такой достаточно дорогой красивый красиво раскрывается теплый прямо ощущается такая дорогая девушка но теперь я жалею что я жалела на него денег это просто божественный аромат я не знаю этот аромат вот для меня мои ароматы которые будут оставаться со мной всегда я даже принесла сейчас сюда ароматы которые у меня вызывают знаете такое такой прямо любовь любовь надолго и любовь хотя в какие-то времена года они мне перестают нравятся но это те ароматы которые всегда хочется иметь у себя я говорю это от мисс диор который был фаворитом у меня в конце зимы и всю весну я им пользовалась это просто для меня потрясающий аромат у меня абсолют блюминг который вот такой и еще один из ароматов это байреда такой вот я на них тоже оставлю ссылки чтобы вы знали название правильно да потому что я коверкать язык не хочу но вот эти три аромата это те ароматы которые я хочу чтобы меня были всегда честно вам признаюсь от меня кстати спрашивали мои фавориты вот это у меня фаворит всегда конец зимы и всю весну всегда он у меня фаворит просто мой вот это у меня фаворит лето обычно то есть обычно фаворит он потом идет он и и я думаю что осенью теперь будет у меня фаворитом кассиопея потому что сейчас я только не пользуюсь ей только из-за стойкости для того чтобы быстро улетучивается и мне просто жалко его просто так на себя пшикать поэтому буду теперь пользоваться им осенью и кстати я могу сказать по поводу вот этого парфюма мисс диор что когда он у меня появляется мне не хочется даже пробовать новые ароматы он вытесняет абсолютно все ароматы и такой знаете единоличник то существует только он и больше никто никто больше даже не нравится как-то я пользуюсь вот этим не с диором он классный но летом он душит причем очень сильно души так что вот такие вот у меня были новинки я надеюсь это видео было для вас интересным и полезным обязательно напишите какие ароматы от бритни спирс нравится вам я потому что когда я захожу на те же духи рф смотрю на огромное количество ароматов я немножечко теряюсь у меня были всегда вот эти вот фэнтези да вот это вот линейка называется остальные как-то не смотрела обязательно напишите если вы тоже пользуетесь ароматами от бритни спирс какие нравятся вам и какие возможно вы знаете сайты где можно и заказать я с удовольствием это сделаю но на сегодня буду с вами прощаться избавайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую и до новых встреч а